Отбасы Банк по праву считается уникальным финансовым институтом нашей страны. Накопить и оформить выгодную ипотеку может практически каждый. Сколько казахстанцев обрели жилье в этом году, какие жилищные программы стали популярными и что ждет Отбасы Банк в следующем году. Об этом в нашей программе мы будем говорить с председателем правления Отбасы Банка Лязатой Ибрагимовой. Здравствуйте. Мы с вами встречаемся в канун Нового года и как это принято, все обычно подводят итоги. Давайте начнем с вопроса, сколько казахстанцев вообще обрели жилье в этом году по программам Отбасы Банка. У нас этот год был особенный, это было 20-летие нашего банка, его существование, его развитие. И поэтому, конечно, было особенно важно в этот год подводить итоги для того, чтобы понять, как самая главная функция, для чего был создан 20 лет назад этот банк, научить казахстанцев культуре накопления, культуре сбережений. То есть научить при любом доходе, если есть навык сбережений, то есть откладывать что-то от суммы своего любого дохода на сберегательный депозит, то это дает свой результат. И вот в течение 20 лет мы 495 тысяч казахстанских семей осчастливили, дали им возможность переехать в свое собственное жилье. И если посмотреть на коэффициент семейственности, он 3,8 в нашей стране, ну будем брать грубо 4, то фактически 2 миллиона казахстанцев сейчас живут в квартирах или построенных домах, которые они приобрели с помощью системы жилищно-строительных сбережений. За 20 лет были разные периоды в деятельности банка. Самые активные темпы кредитования, абсолютные рекорды, это последние три года. 2021, 2022 и 2023. Это несмотря на все темпы инфляции? Да, значит у нас 2021-2022 год мы выдавали по 80 тысяч кредитов в год. В этом году мы ужесточили очень много различных правил, именно функцию сберегательную увеличивали. И на 22 декабря мы выдали 62 тысячи 776 займов. Ну вот в последние дни нового года есть такой ажиотаж всегда встретить новый год в новой квартире. И мы обычно, допустим, в день, если выдаем 270-300 займов, то в последние дни декабря обычно заявок становится больше, там 500-600. И поэтому есть прогноз, что мы закроем этот год с цифрой 70 тысяч выданных займов. Кроме этого, в этом году президент нашей страны сделал такую нам целевую установку. Он сказал, что от Басыбанку необходимо сконцентрироваться на работе в моногородах и селах. И здесь есть определенная статистика. Вот сейчас на балансе банка находится около 300 тысяч кредитов действующих, которые люди обслуживают. И 30 тысяч из них в сельской местности. То есть каждый десятый займ это люди купили в райцентре, либо на селе. Самые активные, это, наверное, все-таки жители городов-миллионников, да? Алматы. А теперь посмотрим на структуру того, как копят. Вкладчики 2 миллиона 700 тысяч человек, и около 936 тысяч из них по месту прописки находятся в сельской местности. Все-таки происходит такая большая урбанизация населения, когда люди копят на своих депозитах, делают вклады для того, чтобы купить своим детям, которые начинают учиться, например, в университете. Либо все-таки планируют переезд. И поэтому сейчас, вот в этом году, мы начали активно работать и изучать проблемы, значит, именно как можно стимулировать покупку жилья в сельской местности. В этом году нам передали большой проект, который называется «С дипломом в село». Как вы знаете, этот проект действует уже много лет. Он очень социально интересный. Если молодой специалист после окончания университета едет в сельскую местность, то кематы районные дают ему специальный кредит под 0,01%, значит, и он может приобрести жилье по месту своей работы. И на уровне именно местных органов можно, например, расширить перечень. Ну, традиционно мы посмотрели где-то около 50% портфеля – это учителя, сельские врачи, ветеринары, зоотехники, госслужащие, которые едут в сельские населенные пункты. Но в зависимости от того, например, какой специальности не хватает в этом районе, например, здесь открыли большую крупную птицефабрику, да, можно добавить еще каких-то специалистов. Лиза Таргеновна, вы только что рассказывали, какие изменения произошли в Басыбанке за 2023 год. И говорите, что, в принципе, рынок на многие моменты, на многие изменения реагировал негативно, но впосле понимал, что все это позитивно сказывается на конечном результате. Мы знаем, что казахстанцы очень остро отреагировали на закрытие программы 7.20.25. И вот в этом случае от Басыбанк как-то воспользовался этой ситуацией? И может ли он что-то предложить взамен программе, которую закрыли на сегодня? Мы никогда не были участниками программы 7.20.25, потому что она создавалась специально для коммерческих банков. И она действует по принципу классической ипотеки. То есть первоначальный взнос отдается застройщику, и на остаток размер начисляются проценты в виде кредита. У нас немного другая схема начисления процентов, потому что это жилищно-строительно-сберегательный банк. Мы можем делать продукты, в которых не 50% первоначальный взнос, а, допустим, намного меньше. Программа 7.20, она же была создана для коммерческих банков, и основное ее преимущество было в том, что покупали люди, у которых не было жилья. Но здесь всегда нужно смотреть в архитектуре программы на именно такие мелочи, из которых формируется такой путь клиента. Значит, при принципе отсутствия жилья, это отсутствие жилья проверялось на момент подачи заявки. То есть теоретически, Мадина, вы могли в 2019 году купить квартиру по программе 7.20, потом, посмотрев на район, либо посмотрев, что в целом цены там подросли, продать ее и в 2020-м подать заявку, потом подать в 2021-м, причем, ну, как бы по данным ПКБ, вы, допустим, хороший заемщик, берете кредиты, вовремя их погашаете, это плюс. Наши программы социальные, они более жесткие, и там условия намного жестче, количество проверок намного больше. Значит, во-первых, для того, чтобы участвовать в двух продуктах, которые мы специально разработали по концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, здесь основным кредитором, источником всех денег является республиканский бюджет. Бюджет ежегодно выделяет нам специальные ресурсы, которые мы разрешаем под 2%, если человек стоит в очереди по четырем категориям. Дети-сироты и оставшиеся без попечения родители, многодетные семьи, инвалиды первой и второй группы, это взрослые, и семьи, воспитывающие детей инвалидов. В саму очередь, чтобы встать в Магина, тоже нужно пройти определенные процедуры. Во-первых, это все в электронном виде, есть специальный портал ЕКИЗЕКТ, есть это возможность через ЕГОВ сделать, но при этом вас признают СУСН, социально уязвимыми слоями населения, если еще перепроверят ваш доход. И ваш доход должен быть на одного члена семьи меньше, чем 3,1 прожиточного минимума. Плюс, например, по трем городам, Астана, Ауматы и Шымкент, есть дополнительные условия, должно быть 3 года постоянной прописки. Ну, как я называю, вот такой индекс оседлости, то есть, что вы приехали, что вы здесь реально живете, что вы здесь реально работаете, дети здесь ходят в школу, в садик, допустим, да, и так далее. То есть, теперь сравните. Очень жесткое сито. Очень жесткое сито, на самом деле, очень жесткое сито по сравнению с той же программой 7.20. Хотелось бы от вас услышать, какие у отбасы банка планы на 2024 год. Вот я думаю, что всем казахстанцам очень интересно это будет услышать. Вот буквально в понедельник, в 9 утра, у нас есть чат-менеджмент. И там все директора департамента, в чьи направления, я написала, что поздравляю всех с началом первого дня последней недели 2023 года. Год был очень трудным, но очень интересным. А в 2024 году будет еще интереснее и, соответственно, еще труднее. Во-первых, нас ждет принятие закона реформирования жилищной политики, в рамках которого планируется очередь передать нам как к Национальному институту развития. Там предстоит огромный объем работы. Вот мы с вами обсуждали, насколько сито надо пройти, чтобы соответствовать требованиям. Очень много вопросов социальной справедливости. Например, есть такие категории женщин, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями, но при этом, когда вот у нас в 2021 году началась мощная поддержка многодетных, они вышли из той очереди, потеряв там дату, допустим, и встали заново как многодетные. То есть фактически они должны учитываться в двух категориях, и у них тогда критерий должен быть приоритетности. Этот вопрос будет решаться? Да, этот вопрос будем решать. Второе, мы делаем сейчас консолидацию, интеграцию с цифровым портретом семьи. Все-таки очень важно смотреть на доходы каждой семьи казахстанской. И вот такие кредиты, которые под 2% даются или под 5%, они должны в первую очередь в приоритетном порядке доставаться тем, кто больше всего в этом нуждается. Кроме этого, мы только что с вами, Мадин, обсудили, какое количество проверок они проходят в Адбасы и в Акимате для того, чтобы соответствовать условиям. И поэтому, конечно, это будет большой объем работы, но его необходимо делать, потому что очень многие категории граждан, социально уязвимых, особенно слоев населения, с огромной надеждой на нас смотрят. Смотрят на нас и пытаются копить небольшими суммами, но тем не менее верят, что они смогут получить долгожданную квартиру. Второй проект, очень большой, очень интересный, который мы ждем, это деньги нацфонда детям. Это вообще исторический момент, я считаю, для Казахстана, когда вот часть денег национального фонда, как вы знаете, 50% инвестиционного дохода, ежегодно будет распределяться между всеми детьми Казахстана. Здесь уже никаких ограничений, СУСН, ВЫ, значит, у вас есть инвалидность. Нет, 7 миллионов детей до 18 лет в ЕНПФ и будет им начисляться в проактивном режиме, не надо собирать документы, ходить, просто надо будет потом перепроверить в личном кабинете у родителей, открытие этого счета. Но в тот момент, когда этот ребенок достигнет 18 лет, ему дадут право использования этих денег. И здесь будут уполномоченные операторы, значит, по закону это банки второго уровня, плюс Коспочта сейчас тоже, как национальный оператор, имеющий такую большую разветвленную сеть на селе. Но мы активно готовимся, значит, мы уже подготовили тоже онлайн-платформу, значит, ЕНПФ от Басыки-Зет, как продолжение вот ранее действовавшего проекта. Тоже сделаем очень удобный интерфейс, и в рамках которого вот дети, достигшие 18 лет, у них будет две дорожки, как я всегда говорю. Первое – это либо на жилье использовать, положить на депозит, дальше копить, либо подумать о своем образовании. Вот в связи с этим новшество, которое ждет нас, как банк, мы подали документы в Агентство по регулированию финансовых рынков и организации, планируем с начала года получить лицензию на образовательные депозиты, участвовать в государственной образовательной накопительной системе. Это тоже уникальная система, которая в Казахстане реализуется. К сожалению, всего лишь 13 тысяч депозитов примерно открыто, но мы думаем сейчас огромную такую информационную деятельность провести, для того, чтобы их количество стало намного больше. И для того, чтобы при рождении уже ребенка каждая семья задумывалась о том, а как он получит высшее образование. Это будет за рубежом? Это будет наш национальный вуз? Либо будем его готовить на грант, либо будем все-таки еще дополнительно думать о сбережениях и накоплениях, чтобы у него была вот эта подушка финансовой такой устойчивости. И там очень интересные условия, не буду открывать все инсайды, просто скажу, тот ребенок, который будет хорошо учиться и поступит в конечном итоге на грант, он сможет этот образовательный депозит вместе с госпремией забрать себе. Сейчас хороший стимул для всех детей, получая четверки и пятерки. Да, я считаю, что все-таки самое главное это образование, которое дает возможность потом купить квартиру. И поэтому, когда нас спрашивают, а на что вы рекомендуете? Я лично отвечаю, я рекомендую на образование. Образованный человек всегда найдет возможность заработать себе квартиру. А человек, которому квартира просто так досталась, но при этом нет образования, может в конечном итоге и без нее остаться. Поэтому ждем всех. Вот Босыбанки в 2024 году будет очень много интересных проектов и, соответственно, будет новый рынок образовательных депозитов. И мы дальше будем работать с нашими любимыми казахстанскими семьями, потому что мы называемся Босыбанк. Ну и в канун Нового года хочется пожелать всем казахстанцам, чтобы у них у всех была своя собственная квартира. Вас тоже с наступающим Новым годом. Спасибо большое за интервью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова